Приветствую джентльмены! Сегодня речь пойдет об, пожалуй, одном из самых интересных упражнений с дополнительным весом тела, которое может и должен выполнять каждый человек. Называется оно турецкий подъем. Упражнение действительно тяжелое, которое включает в себя множество отдельных движений. Это и сетап, и выпад, и мельница. И если есть хоть одно слабое звено в теле, вы не сможете прогрессировать в этом простой, на первый взгляд, задании. Лечь и встать с пола, удерживая груз на вытянутой руке. Ну или наоборот. Упражнение придется выполнять медленно, и от этого оно становится еще слаще. В течение всего движения работают как крупные мышцы, так и мелкие стабилизаторы. И тут нужна не только сила, но и мобильность, и концентрация. Все должно быть использовано, особенно на максимальных весах. И чтобы вы не поднимали в этом движении тапок или пару гирь по 32 кг, нужно всегда держать взгляд на поднимаемом грузе. Изучать я его советую начинающим именно так, как показано здесь. С кроссовком на кулаке. И отрабатывать все фазы постепенно. А уже потом прогрессировать в нагрузке. А тем, кто хочет поставить личный рекорд, я все равно не советую использовать вес больше, чем вы способны поднять с плеча над головой одной рукой и удерживать этот груз более 60 секунд. Упражнение можно начинать как снизу, с пола, так и с верхнего положения. Когда вы стоите прямо, скинув руку вверх и удерживая отягощение в ней. Упражнение идет последовательно. Переключаются группы мышц, задействуются разные мышечные волокна. Если идем мы сверху, то это сначала выпад, как вы видите, выполняется. Потом вы находите пол свободной рукой, делаете упор. И тут наступает самый интересный момент. Нужно вытащить, продеть ногу вперед. На этом моменте многие теряют отягощение и травмоопасность. Именно в этом месте пиковая. Поэтому будьте крайне осторожны. А лучше попросите страховщика, чтобы он вас немножечко подстраховал в этом месте. Потом вы опускаетесь на локоть, перекатываетесь на плечо и оставляете груз на полу. На этом все, ребята. Осваивайте и будьте осторожны. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok